И так, приветствую всех. Первая пилотная серия, нулевая, скажем так. Небольшой обзор, прежде чем мы окунемся с головой в огромную и необъятную индустриализацию. К сожалению, вы подключитесь в средине, в процессе. Увы, технической возможности более-менее качественно заснять до этого не было. Поэтому в этой серии мы вам покажем, предоставим вообще, что происходит здесь, что мы имеем на данный момент, как это выглядит. И вот этим вот прекрасным утром, с отключенными шейдерами, мы с вами пойдем на нашу базу и осмотрим, собственно, ситуацию, в которую вы будете сейчас въезжать, собственно. Собственно, если что, пару слов о себе. Мне 23 года, работаю немножечко в технической отрасли, скажем так. Руки постоянно в мазуте. Выбрал это дело добровольно. И как бы люблю таким вот заниматься. Собственно, игры у меня тоже на этот же лад. Вот эта игра, это просто самое-самое-самое из всего, что мне больше всего понравилось, из-за своей модульности, из-за того, что ты здесь работаешь с техникой, и у тебя здесь неограниченные возможности по модифицированию. И без гречки, вот, я, собственно, себе не представляю эту игру. Не могу я в неё играть. Вот этот сервер, я не знаю, получится ли у меня не пропалить, собственно, что это и откуда. Но не хотелось бы, в принципе, чтобы сюда был наплыв народа. Ну, будем пытаться. Также не хотелось бы пропалить свои точки на миникарте. Поэтому буду пытаться их максимально выключать. Сервер весьма-весьма с небольшим онлайном. Здесь периодически поживает 3 человека, где-то так, включая меня. И вон уже чуть-чуть виднеется кусочек базы. Такс. Здесь же, возможно, майнер. Нет, забрал майнер. Ну что, готовы? Понеслась. Вот она, моя махина. Вот она. С входу нас встречают надписи, которые гласят, что здесь опасная химическая промышленность. Здесь высокое напряжение. Здесь взрывоустойчивость. Здесь радиация. Здесь всё то, что мы любим. И да. Я бы и сам бы не проще держаться отсюда подальше, но мы здесь живём. Вот так вот это дело выглядит. С входу нас встречают механизмы. Здесь с правой стороны по большей части разместились многоблоки. То, что касается энерго-выработки. Получается, это левая сторона базы. Я её ориентирую как лицевой частью, фасадом к этой стороне. Тогда это левая, а здесь вот правая. С правой стороны печка, чистая комната. Пиролиска, которая занимается у нас древесиной и черколом. И также пиролиска, которая занимается ферментированной биомассой. Более правильно, конечно, было бы к выработке энергии её переместить. Ну, может быть, позже. Совсем на более дальних этапах. Здесь у нас разбито всё по линиям. В каждой линии 5 предметов. Да, 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 да. 4 ампера, но здесь стоит по 5 приборов. В линии. И вот, собственно, 3 линии здесь, 2 здесь и задел ещё под одну. Это вот у нас рудаобработка. Она сейчас занимается активно пурификацией и обработкой дроблённого тетраэдрита. Ух ты, с шейдерами даже он пытается какие-то отражения. От стекла бить. Здесь у нас электролизеры и упаковка всяких мелких пылючек. Дальше резина и... И, 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 и. Кто у нас здесь? И этилен, который идёт по бочке из обработки древесины. Далее у нас лубрикант и... Лубрикант и азот. Поставка азота. Далее здесь бетон. Тут у нас силиконовая резина. Он же полидиметилоксилоксан. Здесь у нас стеночка немножечко в процессе ремонта. Немножечко. Ещё не всё доделано. Много чего ещё по внешке доделывается. Много в процессе. Много задач написано. Которые нас ожидают ещё очень сильно. Здесь у нас идёт обработка нефти. И... Также вот это тоже. Здесь по большей части вот эта часть вот. Выделена под неё же. Далее. Здесь красиво и аккуратно, строго по плану, вмещены танки. Которые составляют большую долю у хранилища. Здесь хранятся примерно по 2-300 ведер жидкости в каждом. Ну, когда, соответственно, они имеются. И плюс ещё и не всё отображается корректно. Особенно с шейдерами. Далее у нас идёт автокрафт и обработка по заказу. Вот этот весь участок, на который сейчас обращена камера, как раз под неё выделим. И, собственно, центральное энергохранилище. Оно у нас состоит на данный момент из 2-киловольтного 16-амперного батбуфера. Почти полностью забитого батарейками. Некоторые из них забирались. Входные трансформаторы, которые переделывают с магистрали 8-киловольт на 2-киловольта. И выходные машин-хавы, которые ограничивают ампераж до 4 единиц. Чтобы использовать всего лишь двухжильный платинный провод. Временная конструкция. Небольшое местецо, где в скором будут некоторые специфические механизмы. Возможно, квантовые танки. Здесь остатки прошлых генераторов. Здесь раньше пережигался метан. Теперь он сжётся в большой турбине. Там вот в левой части, ближе ко входу. Здесь у нас генерация булыжник, гравий, песок, силикон. И заодно кислород можно отсюда черпать. Сразу покажу подвал. Здесь на время моего отсутствия размещались танки, которые служат расширением бот-буфера. Всё-таки это новый 108-150 примерно. Тысячи энергоюнитов с каждого ведра. Вот этот танк даёт огромный запас. Собственно, как и метановый. Метановый здесь меньше копится, он больше шёл на обработку. То есть за счёт него питалась база в моё отсутствие. Здесь у нас находится антивандальное хранилище. Двойной слой стекла, взрывоустойчивый обсидиановый корпус для моих жёстких дисков. С данными по ресурсам. Проводка. Вот, собственно, вот этот провод. Идёт 8 кВт от выработки. Сюда приходит. Там примерно 2 А может быть сейчас. И выходит всё это по вот этому кабелю. Это 4 А, 2 кВт запитывается МЕ. И идёт на все потребители. Мы уже потихонечку здесь упираемся, конечно, в ампераж. То есть 4 А я уже, в принципе, сожрал в некоторые моменты. Я уже видел на выходном напряжении и токе, уже видел 4 А. То есть 8 кВт мой бадбуфер пытался отдать. Собственно, значит, пора ему расширять пределы. Здесь у нас немножечко логики от бойлера. И заодно от этой же логики, как времянка, брошены сейчас все другие источники энергии. То есть генератор на топливе жидком. Дизельный генератор он тоже. Поэтому уже сигнал работает. И турбина тоже. То есть все хором, втроём, они запускаются и подбивают бадбуфер с дна до практически полного. Составляя, в принципе, костяк такой довольно неплохой. Это 8 кВт выработки при включённых всех этих трёх приборах. Небольшая и простая схема. Здесь только лишь, чтобы бойлер не запнулся. Здесь небольшая хитрость поставлена так, чтобы при уменьшении воды он отрубал всю эту систему и прочее. Дальше у нас здесь имеется довольно-таки неплохо развитая система, которую я делал для транспорта. Это и асфальтовые дорожки и, собственно, якоря-путешественников. Такс, вот здесь вот у нас находится, вот если смотреть по миникарте, мы вот... Отвянь, отвянь. Мы вот отсюда пришли сюда, на ферму. Ферма здесь унесена с моего поля зрения за 10 чанков примерно, чтобы у меня на компьютер не грузило. Грузило только сервер. Поставленные чанклоудеры и это всё дело у меня просто снабжает и никак компьютер не грузит, мой лично. Здесь находится вода и здесь находится ферма, которая добывает не этанол, а метан. Это тыквы. Здесь людского хода, скажем так, пока нету. Здесь только лишь якоря, либо летать. Сверху большая максимальная ферма Форест и обычный дуб. И снизу здесь чуть-чуть обработки, чуть-чуть поддержания себя же в работе этой фермы. Здесь перерабатываются саженцы и яблоки в метан и землю. А здесь вот сразу по месту тыквы перерабатываются в биочав. Которые вот, собственно, уже и уходят на мою базу. Сейчас вот по тыквам, в принципе, нормально так вполне себе живём. Здесь вот у нас в верхнем ряду сейчас новая культура максимальная, максимально, скажем так, удачная. Её будем позже размножать, если нам потребуется больше метана. Ниже идёт около 16 или 15 оставшихся слоёв. Это всё идут обычные тыквы, которые просто посажены из семечек. Они никак не разводились, не выводились. Ну и выглядит это, я думаю, в принципе, прикольно, но это ещё не доделано, как я говорю. Это ещё будут некоторые улучшайзинги по внешнему виду. Выглядит это, конечно, красиво, весьма красиво с шейдерами. Но с ними особо сильно не поиграешь, да и у меня жёсткая непривычка с ними играть. Я не могу, у меня не получается. И последнее, что у нас ещё здесь есть. Это майнер, который трудится, который мне здесь подсобирает тетраэдрит. Здесь потихонечку отдыхает. Это, собственно, вот всё, что касается моей базы. Он пока без батареек. Они там на зарядке кинуты. Он уже неделю добрую копает, всё никак выкопать не может. Потому что у меня здесь проблемы то со снабжением лубриканта, то с питанием. Здесь надо будет нормальный буфер сюда придумать. Да и стоит у меня жёсткий вопрос. Я буду перекидывать один, либо оставить четыре, либо оставить совсем прям сразу, пытаться охватить этими майнерами всё, что меня интересует. Это вот такой вот вопрос у меня пока. Я думаю, скорее всего, их будет четыре. О, привет! Вот как-то так. Я сейчас вот практически шикарнейший такой наносет. В нём одет. Уже немножечко так с буром, немножко с МЕ-сетью. Вот такой вот, в принципе, этап. Я думаю, здесь ещё очень-очень далеко до завершения. Весьма далеко. Если бы... Если бы у меня была уже фузионка, тогда да, тогда, в принципе... Да, это можно сказать, что далеко... Ну, уже близится, собственно, завершение. А пока... Пока до него далеко. Ну что, заменим текстуры на играбельные. Как мы, собственно, и будем жить. Ай, шейдеры, шейдеры. Классно выглядите, но с вами даже нормально не покопаешь. Реально, вот здесь вот стоит реалистичная генерация руд, пород и так далее. Если спуститься вот в этой тьме в шахту, то реально не видно нифига. То есть, неразличимо абсолютно. Неразличимо даже пород. Вот. Я вот так вот привык. Мне вот так вот удобно. И у меня здесь 100 FPS. Немножечко поднакручены ещё некоторые показатели. Так бы было бы 60-70. И я думаю, мы... Как бы этот FPS немножечко загнём рано или поздно. Потому что он бывает просаживается. Так. Е-сеть включена. По ресурсам. Здесь, в принципе, так. Есть некоторые вещи, которых дофига, но которые нафиг не нужны. Ну, допустим, фертилизер, он же удобрение, хранится вот здесь. Вот здесь вот. Странно. 44 тысячи здесь. 66 тысяч здесь. Это какая-то ерунда. Он забьёт мне систему. Может ещё приоритет повысить. Надо будет делать, кстати, дефрагментацию здесь. Всего этого дела. Потому что сейчас очень неоптимально жидкости, в первую очередь, находятся в МЕ-системе. Очень неоптимально. Параторам турбин. Там пока по треке осталось. Это не то. Это пока временная, не моя сеть. Она для подстраховки. Её нужно вернуть. И, собственно, я о ней почти не пользуюсь. Это у меня здесь были некоторые происшествия. Две техногенные катастрофы. Даже три, можно сказать. Если брать в учёт первый начальный этап, когда взрывалась то треть, то четверть базы. Дважды это происходило по пьяни. Всё почему? Потому что ПТБ. Нечего лезть в ухим к электрооборудованию. Я первый раз перепутал 512 с двумя киловольтами. Снесло доминку и вокруг. Второй раз я перепутал 2 киловольта с 8 киловольтами. Разнесло здесь. Ну вот. Вокруг энергохранилища. Вот так вот сыпануло. Так что не ездите за рулём. Не занимайтесь важными делами, когда вы бухаете. Тетраэдрид сейчас на стадии обработки. У меня закончилась медь. Я его обрабатываю. У меня здесь вот есть... Здесь есть медь и что дальше как бы. Мы вот сейчас вот между этими сериями вернём обратно. Нефиг здесь находиться в этой теме. Медь-то там есть, а у меня-то её нет. Вот у меня сейчас с майнера поставленного медь и обрабатывается. Собственно. Какого дальше её судьба ожидает? Она вот с такой вот пыли сейчас станет пригодной. Она уйдёт на пережарку. Здесь стоят нехромовые кольца. И 512 вольт напряжения. Жарится по полстака за раз. Но в принципе я уже дорвался до HSS колец. Уже немножечко даже запас нажарил там 12 единиц. И сделал бур себе вот этот. То есть как бы доступ к этим технологиям у меня есть уже. Вот. У меня есть немного вольфрама. Я уже могу центрифужить вольфрам. Точнее электролизировать вольфрамовые жилы. У меня есть 2-х киловольтный электролизёр. И вот собственно Шиэлит уже немножечко уходит под это дело. Он пока остановлен. Надо было водород. Водород у нас HH300 единиц. Здесь электролизёр пока обрабатывает временный столбик. С этой темой. Потому что водород нужен был для химии, для нефтеобработки. Он идёт у нас по-моему... Да. Он идёт на обессульфуривание топлив. Их 4 вида. То есть какое топливо сюда по-моему не засунь. В дистилляционную вышку. Вот. Ты собственно на выходе получишь всегда одно и то же. Это получишь высокосернистое тяжёлое топливо. Нафту. Которое по мне где-то что-то среднее. Лёгкие фракции топлива. И сернистый газ. Собственно. Как по мне это тяжеляк, мазур. Это нечто а-ля дизеля. И бензинов. Бензинов. И примерно... Ну газ, газ. Газовые соединения. На него надо был водород. На него надо будет ещё запихнуть сюда капсулу. Чтобы это всё работало совсем идеально. Потому что пока могут быть завтыки. Пока они могут в каком-то месте немножечко копиться. Я здесь переключал... Переключал прожарку черкова на... На-на-на-на-на-на-на... С древесного газа. Вудгаз. Вудгаз. На... Вудтар. Что-то... Какая-то смесь... Смол что ли. В общем они пока здесь. Всё. Мы их уже переработали. Убираем остатки. Дальше у нас здесь... Пойдёт масло. Нефть сырая пойдёт. Но её пока в системе нету. Чтобы обозначить. А-а-а... Обработка этой древесной смолы... Дала мне... Угу. Дала мне полиэтилен... Это то, что у нас шинами хранения подключено. Лубрикант тоже шинами. Редстоун автопополнением. Тоже автопополнение тяжёлое. Топливо. Это уже обработанные. Обессульфурены. Резина. Тоже не то, не то. Фенол... Толуэн... 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 Этилен... И... Так, это не то, тоже не то. Это газ... Газ... Бензин... Бензин... Титанию... Тетрахлори... 430 свёдел... То есть, в эквиваленте слитков. Титана ещё ждёт меня. И у меня в системе... По-моему, около сотки. Хлориды, аммиак... Кислород пока в норме. Даже избавляться не надо. Этанол скоро начнёт переливать. Через край. Так... Меня из этого всего... Больше всего Толуэн... Интересовал. Ладно. Так... То пока нормально. Толуэн... Меня интересовал ради батареек. Но батарейки я разгрёб. Я поставил пару раз майнер на... Сапфиры. И... Доделал после... Аварии... Собственно, батарейки недостающие. И хватает пока. У меня пока довольно приличная ёмкость. О! Привет! Где-то здесь, по-моему, ещё... Странно. Ладно. Вроде бы нету точек спауна. Вот сейчас точно включено. Я не вижу. Чтобы они где-то могли здесь появляться. Ладно. В первую очередь, меня интересуют экструдеры. Их было три или четыре штуки. Сейчас мне надо их больше. И мне надо уже не 512-е, а двухкиловольтные. Я буду постепенно переходить на два киловольта по автокрафту. И, собственно, почему бы не сделать это, восполняя потерянные механизмы. Титановые трубы. Поршни. Давайте пока добьём ряд в четыре механизма. Титановые трубы, титановые поршни. Там можно сразу пластин сделать. И титан заказать. Пускай мне ещё сотни его выгонит. Там уже, кстати, печка подключена к автокрафту. Она там разгребёт. А мне надо трубы обычные. Мне надо их три штуки. Мне надо бы титановых стержней на всякий случай. Их, я думаю, там нет. Хотя, их я уже добавлял в автокрафт. Да, это я уже успел. Маленькие шестерёнки. Давайте с запасом чуть-чуть их сделаем. Вообще, запас не люблю делать, если честно. Я за то, чтобы система делала прям мгновенно быстро из базовых ресурсов. Вот. Это моя такая идеология. Я вот хочу, чтобы система делала прям совсем с нуля всё. Но очень быстро. Такие вот у меня вот запросы. Я вот сейчас закину, кстати, слитки титана. По-моему, оно немного мой заказ аннулировало. Потом будут проблемы. Оно будет висеть. Нихром. Нихром. Можно сразу полстака кинуть на провода. Нихром с разобранных колец от прошлой доминки. Поршни, схемы. Схемы, 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 схемы. Мне потребуется 6 штук в ЕВ. Делай. И потребуется корпуса 3 штуки. Там посмотрим. Нихром. Счетверённые, по-моему, надо. Да. И мне их ладно. Пускай всё шмалит. Поршни я так не заказал. Три поршня. Шевели поршнями. Ладно, проще вот так вот сделать. Так, дальше у нас завтык идёт. У нас не хватает вайрмил. Проволока медленно делается. Надо как минимум два, наверное, чтобы было на изготовление, собственно, самой проволоки. И ещё, наверное, один на изготовление fine wire. Тонкой. Я не знаю, как бы это перевести. В общем, проволочка, которая прям совсем как ниточка. Так, тут у нас платиновый провод. По 2 ампера нажил. 4 ампера всего выходит. То есть, как бы, вот с батбуфера напрямую оно делая петлю сюда приходит. Из этого всего мне чаще всего требуется пока что определённо трубы, определённо шестерёнки и болты, наверное. Нужны болты на нужны трубы. Даже вот так вот справа налево будет по очерёдности, по важности того, что мне нужно. Так, кабель закажем немножечко на запас и интерфейсы. Интерфейсов понадобится некоторое количество. Так, в химреакторе было взорвало. В химреакторе взорван был успешно рецепт. Сейчас будем записывать их по новой. Или сможем хотя бы заказать то, что нужно. Да. Паттерны на прикрафте идут. Прикрафт у меня вот так вот выполнен. Интерфейс. Так, работай. Интерфейс. В нём помещать предметы сколько нужно. И карточка крафта. Важный момент то, что, чтобы система видео должна быть шина хранения. Антимония слишком много собирается. Такое ощущение. И это ещё половина, наверное. Половина. Потому что майнер там дофигища его принёс. Так. Кабель, 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 кабель. Хорошо. Рецепты пишем. Пишем рецепты. Труп. Труп. Пайп. Неопределённо нужны будут из нержавейки. Стынусь. Мне нужны будут титановые. И титановые нету. Есть теперь. Возможно стальной сразу нету. Стил. Стил. Пайп. Флюид. Пайп. Смол. Ларч. Нету. Стил. Теперь будет. Бронзовые тоже нужны. Периодически есть. Так. Редвянь. Титановые. Есть. Стальные. Сталь, сталь, сталь. Смотри. Имеется. Вот. В таком непорядке. будут. Бронзовая. Бронзовая. Сделай пожалуйста экземпляр. И три. На бронзу. Интерфейсы кабеля. Интерфейсы сразу все в плоский режим вместе с кабелями. Кейблз. 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 У этих у всех приборов очень важный момент это сделать вот так вот. Разрешить вход через выход. Иначе будет завтык. Иначе интерфейс не поместит. Так. Иииииииииии. Трубы. Есть трубы блин. Так. Эта система может. Шестерёнки мне для крафта еще нужны. герц сразу возьму их все пускай будут паттерны и обратно используем очень наверно будет просто по поиску вбить по слиткам так мне еще потребуется алюминиевые титановые есть там здесь нержавеющие нержавейка вот она есть это есть это есть теперь это должно быть корректно болтецкие болтецкие мне нужны будут никель ферритовый никель феррум короче ферритовые сердечники нужны будут для катушек феррит не потребуется вот ты и ты и вас делается по 8 очень выгодный курс весьма а в чем завтык ага обратно ага сейчас мы прем за глоустоуном мне остается три паттерна как раз на семечке и это я могу сделать через интерфейс терминалов так по-моему в количестве 16 штук да удвоение и идет пылька пылька тоже в количестве 16 штук пофиг где она будет лежать и кварц обычный да пока ты будешь делать у меня а кстати ты с жидкостью без без пока ты будешь делать картошку у меня но это мы заменим вообще у меня очень сильно такая привычка вместо картошки клейборд планшетку заставить а-ля как-то это аутентично задачник такой рисуешь задачу перед системой она ее делает не видя что вот вот а то мы заказываем одну картошку он начинает в химреакторе гнать семечки и заодно флюкс даст тоже пускай делает а где семечки я сделал те же самые что ли или она их выплюнуло непонятно куда и и цертус сент тогда мне пожалуйста церту семечки и и и и не совсем понял маневр автовыгрузка автовыгрузка может здесь какой-то глюк идет она пытается выгрузить в трубу где успешно исчезает давайте закажем обратно картоху да вот она чё вот куда у меня исчезают ресурсы там где я ставил выход вот автоматически когда она пытается пнуть его в эту трубу то она исчезает и причем если это как-то совпадает по таймингам то делает она это через раз вот почему эту фантомную причину не мог вычислить вот в чём суть то ух ты вот так семечки ты делаешь в химриатре из картошки че мекал бельтом жидкостней жидкостные терминалы не видятся в интерфейс терми не показываются это весьма неудобно было бы конечно здорово если бы этой ситуации не было но увы я же не программист это сделать к сожалению и и люкс кристаллы мы тоже успешно прас да да мы их успешно просили мы сделаем новые постараемся запомнить этот прикол а вообще здесь стоило бы шину конечно ставить но увеличивается энергопотребление у меня сейчас вот в сети в моей сети 620 европотребление это без реактора очень много весьма весьма и вот этих семочек 32 штуки и дальше нашей следующей задачей будет слазить слазить за голстоун это выкинем чтобы оно было ровненько все я просто вот семочки эти закидывал готовится по 32 штуки в отличие от других рецептов я их писал так что они а они возможно сразу ушли на крафт возможно возможно в общем 32 семочки получаем 32 кристаллика сразу делаем не поштучно и это мой дальнейший путь то есть дальше будет все так умножаться в рецептах будет больше система так меньше тормозит и тупит она делает сразу то что ей надо это меняем картоху еще раз картоху отменяем отлично это тема готова еще надо будет чуть-чуть экструдеров сделать но для того чтобы их делать нужны будут шаблоны терминалы и прочее интерфейсы и прочее без глустоуна я их не сделаю увы поэтому шуруем ват ват сейчас возьмем на всякий случай старый бур потому что этот конечно ломает весьма быстро но у него некоторые завтыки бывают с весьма такими простыми предметами то есть он может долго ломать там стекло например когда более простой бурый из гречки делал это прям совсем быстро и да 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 я менял режим так это будет довольно простое занятие ибо имеется магнитик имеются буры имеется толковый джетпак с которым мы можем свалить в дальние края чуть-чуть звука добавим добавим звучка ну шо быстро нормальный режим вот пожалуйста единственное что может сильно так улучшить это 3 на 3 который не работает на гостоуне отлично шикарно так что будем бить гречковским буром насчет огорода сейчас думаю так много кто я думаю говорится о том что стоило бы наверное эту тему скинуть на огород не сильно люблю огород если честно тем более в таком ключе что только на него полагаться в качестве добавки может быть когда совсем адское потребление будет по ресурсам базовым и в качестве как раз такие добавки которые с которой будут перерабатываться эти базовые ресурсы то да я в принципе подумаю насчет того чтобы выводить растения и прочее если скажем так огород чтобы никуда не ходить за гостоуном нет спасибо я уже лучше сделаю убербур с которым я буду залагивать сервер но выносить по пару тысяч по пару бочек гостоуна и буду с ним рассекать за гостоуном так о чем еще оговорюсь я работаю все таки поэтому серии будут ну раз в неделю я думаю пока стандартный такой предполагаемый график а там будем посмотреть вот я кстати майнер заставил узнаю свое место я там как раз разложился хорошие воспоминания не джетпак не нормальные точки не стояло где-то тяпнулся в аду и потом искал бегал где тетрач тетрач причем по моему не помеченный нету метки но он здесь как-то маловато да да и вопрос нужен ли он мне у меня все таки около двадцати тридцати тысяч этого тетрача как раз копнул карьер и вопрос остается открытым умножает ли он ресурсы когда копает я не совсем понял это такое ощущение что да ибо как-то уже очень-очень много их выходит я думаю там поменьше было руды чем он реально накопал даже если там две жилы попалась да как-то много тридцатник дробленого татра ядрита помимо прочих руд я думаю здесь наверное где-то восьмисот где-то восьмисот косарик полтора меня интересует можно будет сваливать грибы хорошо что телефон поставим обязательно обеззвучный сейчас бы орал если что полицейский удок это как раз то что у меня стоит на сообщении вам я думаю еще доведется услышать та еще фигня надо не забывать ставить его на беззвучный и наверное по времени тоже чтобы сильно не затягивать стоит таймер какой-то ставить сейчас в принципе наверное минут двадцать тридцать уже будет записи записывать я буду все подряд я буду тупо лупить серии все что я делаю кому надо тот пускай себе выбирает из этого всего о чем ему будет интересно смотреть причем буду стараться писать в сериях касательно чего будет разговор собственно по факту то есть в данной серии у нас грубо говоря приветствия здравствуйте я такой-то такой-то вот моя база вы попали сюда в таком-то вот промежутке мы здесь сегодня соберем экструдер и покопаем чуть-чуть glowstone вот это уже наверное тысячи полторы да-да-да четенько глаз алмаз готовая думаю чуть больше стоит я до двух тысяч добью самая главная моя цель это сейчас на записи немножечко почувствовать себя более комфортно и продолжить играть так как я играю то есть видеть больше видеть так как я обычно вижу то есть я сейчас могу не увидеть допустим здесь какие-то живые что весьма плохо или же я могу косичник например с подключением не подумав хотя с другой же стороны проговаривание допустим того что делаешь при подключении электрики по идее как должно сыграть более положительным моментом то есть ты подходишь к прибору и такой так у меня машина на 512 подключаю ее к трансформатору с выходом на 512 ну или и подключаю трансформатору с выходом 2 киловольта и ты такой уже аспегале 2 киловольта ну это кому как смотрим как это работает в любом случае я думаю мы с вами здесь надолго мы с вами здесь покопаем нормально покопаем и сожрем несколько тысяч картошки жареной это еще до того момента пока начнем жрать пару тысяч консерв кстати насчет консервов они же ведь будут быстро уходить когда будет квант вопрос с квантом действительно нужно ли будет если сейчас имеется якоря для путешествия которые в принципе экономят еду то есть по идее как сильно гнаться за квантом не за штанами нет смысла да не будь якорей с асфальтом это было конечно вполне себе замена но на данный момент немножечко по носительствовал систему автокрафта я преодолеваю уже тысячу блоков за 11 секунд а не за стандартных 3 минуты и какие там зелья скорости вы о чем у нас здесь техника все таки мы стараемся двигать этот мир техникой и наукой а не магией идиотизм и кстати насчет школы контента вы там обижаетесь не обижаетесь но как бы моя целевая аудитория совершенно не такая вы можете в нее попадать не попадать соответствовать не соответствовать но я делаю собственно контент не для тех кто бьет там я не знаю зомбарей и орет зомби зомби некоторые есть я просто сестра смотрел какого-то придурка орущего и это дико бесит я надеюсь меня будет поприятнее гораздо приятнее слушать а также можно будет посмотреть как это будет заходить это будет заходить как бы под чай и там прийти с работы с учебы посмотреть попить чайку или меня будут смотреть возможно возможно будут пока не знаю будет смотреть за то что под меня можно приятно уснуть это будет будем посмотреть в принципе у меня что первое что второй вариант бывает востребован я бывают нуждаюсь как в первом типе так и во втором если прийти посмотреть пока ешь это например могу сказать да не крастер такое есть можно посидеть поржать посмотреть посмотреть как он из другого чудака добывает парфюм например если мне нужно усыпать я уже там собираюсь на почин то это скорее всего будет металлообработка на иностранном языке я частично ее как бы понимаю более-менее но все-таки монотонный голос если не прислушиваться на другом языке он так немножечко усыпляет и особенно если ты подуставший совершенно никаких проблем не составляет уснуть да и привычка как бы люди привыкают к определенному скажем так к определенному режиму к определенным привычкам таким слышу мол какой-то голос вожу спать малахит лимонит малахит для меня ценен честно сейчас в данный момент только как зеленый краситель больше незачем так я уже наверное 2300 собрал крепость сейчас можно дать звездюлей нескольким тварям это может мне понадобиться ибо из них делается brewing машина короче мне нужны его изроды и вон кстати первый претендент полетаем гады я уже как бы в нанке я вам могу такой тут первых харбор устроить вам мало не покажется я больше не тот безобидный мальчик который от вас ныкался прикрывался всякими стеночками догорал от первого же снаряда это больше не про меня я теперь жесткий тип бы еще квант чтобы от вас не гореть и тогда забей уголь не интересует надо бы топор на утинг сделать я там раздобыл немного сти лиф сти олив как-то так а временами не совсем адекватно работает shift клик все по байтам забит да а ну ты ко мне вздумал лезть а ну иди сюда как подходи подходи давай 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 я жду тебя твой о шо без пацанов не можешь сам один на один давай а вот шишки кстати и маловато их как-то маловато серьезно маловато а а магнит магнит не включен возможно я часть потерял странно вроде же а а а не магнит я вот я выключал недавно все нормально а ну не совсем видно сколько сердец если честно А, ну там нормально Такое ощущение, будто бы Нанка тоже немножечко спасает от горения Хотя вроде не должна, наверное Не успел Не попал, не попал, не попал А этот гад попал Но мы ему дадим просто по щам В лицо Рип Рип так, рип Определенно вторая палка Сколько мне может потребоваться брюин-машин? Штук пять А крепость, кстати, надо будет пометить как доходную Штук пять А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Штук a-с по моему потерял пятую палку 1 ждем еще одного спавна и на этом все вода именно так это именно столько сколько мне нужно и они не дают ни одного стержня валим еще одну отъедаемся и 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 пятьюнька есть считай в ад я не зря сходил да кстати вот эти вот эффекты не пропадают эффект горения эффект тяжести то есть медленности от переноса тележки надо будет перезаходить в таких случаях. Вот как-то так. Всё, телепортироваться мы отсюда. Спаун только можем на него. И вот так вот выглядит спаун без шейдеров. Немножечко уныло. Надо будет попробовать раздобыть к нему права доступа и может немножечко его приадекватить. А пока вот как-то так. Ну что, пока первая серия всё на этом закончится. Я думаю для вас будет небольшой перерыв. Для меня сейчас сразу стартует вторая серия после некоторой подготовки. Это будет как бы первые стартовые. У меня должен быть запас на всякий случай. Дальше постараемся выпускать срок в срок для того, чтобы в свежих видео отображались, скажем так, свежие комментарии ваши, чтобы они влияли в скором времени. Ибо если я запишу кучу серий наперёд и при этом кто-то что-то из вас будет писать, я не смогу на это отреагировать должным образом. Поэтому записываться всё должно в своё время. Своевременно. Всё, как бы вот в прошлый раз я принёс. Это был мой первый поход большой за Глоустоуном. Я принёс полтора косарика и вот он у меня только закончился на этом этапе. Сейчас у меня тройка. Я думаю ещё на такой же промежуток должно хватить. А пока всё. Всё. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok